Евангелие от Матвея, 14-12. Ученики, придя, взяли тело его и погребли его. Вот такой короткий стих. Какая тут информация? Что мы можем взять за себя из такого простого предложения? Чтобы узнать, как правильно погребать человека, нужно в Библии прочитать 89 мест, где слово погребать встречается в прямом смысле предавать земле. Не хлеба, воды, поставить, зеркала закрыть, это все знают. А ты прочитай, как в Библии написано, в Новом Завете, 16 раз говорится слово погребение. Матвея 8,22. Иисус сказал, иди за мной и предоставь мертвым погребать мертвецов. Что с мертвецами делать? Погребать. Верующим даже в этом не всегда есть надобность. А верующие что сделали сегодня конкретно? Предварительно, а потом раскапывается, освидетельствуется, канонизируется, дальше начинают резать тело. Этой практики нет ни на странице, ни в Библии нигде. Я об этом стучу, кричу, навлекаю гнев душестоящий. Марка 14,8. Помазала тело Христа женщина. Для чего? Приготовила погребение. Все ясно. Ни у кого в мыслях не было, и Иисус не протестовал против этого. Что тело его будет предан земле. Там другой обычай был. Но все равно называется погребением. Матфея 27,7. И купили землю горшочника, наброшенной Иудой деньги, для погребения. Кто бы не умер, его погребают. Иоанн 11,44. И вот вышел лазарь оббитый погребальными пеленами. Как обыкновенно погребают Иудея. Погребальные пелены, они и называются. Что человека погребают, не оставляют. Никакой раки, чтобы стояло, этого ничего не было. Иоанне 5,9. Погребавшие мужа, Ананию, вышел в Новом Завете. Уже Новый Завет, апостольская церковь. Продолжается то же самое. Погребают. Деяние 8,2. Стефана, скажут, ну то Анания грешный человек. Здесь Стефана. Погребли мужа и благодарили. Не выстояли мощи на обозрение. Его побили, они взяли и погребли. Послание к Риминам, 6,9. Духовный смысл. Крещение. Мы погребли с ним, крещением, смерть. Человек должен скрыться с глаз. Полный сверь. Колосиным, 2,12. Мы были погребены с ним в крещении. В нем выясо воскресли веры в силы его, которые воскресил его, Христа измертых. Этой же самой силой воскресит и всех умерших. Чтобы знать, что с телом делать, в Библии написано 235 мест. Мне эта пропасть за неделю едва я успел закончить ее. И ничего не надо больше придумать. Нам этого недостаточно. Слово «хоронить» там погребать, а еще есть «хоронить». В Библии встречается 101 раз. Слово «брос» 135 раз. И нигде даже намека нет на то, чтобы человека не хоронить. Хотя, говорится, за великое несчастье, за преступление перед Богом, Бог допускает, чтобы тело было выброшено. Тавид 12.12. Ему говорит, ангел Рафаил, почему-то называет его архангел, но Библия говорит, что это ангел был. Ты хоронил мертвых, и я тоже был с тобою. Я Рафаил ангел. Вот, Тавида 5.4. И это был ангел. Нигде не написано, что Рафаил архангел. Везде считается один из архангелов. На каком основании, вообще никто из святых не объясняет. Деяние 5.8. И приготовил его к погребению и похоронению. Салон 87.2. И во гробе будет возвещаема милость твоя, и истина твоя вместо тления, нетленность стали прославлять. Тавид называет место тления. Я не могу никак найти границу, где нетленность действует. Вот на Афоне. Там так, если нетленность, это грешник. Три раза свидетельствия дальше выбрасывать в море. Граница. А здесь наоборот тлень, нетленность, здесь тленность. Ведь это надо все было годами придумывать. Доводить до нужной кондиции. Исайя 14.12. А ты повержен вне гроба своего, как презренное ветер. Ты, как попираемый труп. То есть не похоронение человека рассматривается как великое наказание Божие. Матфея 23.27. Вы, лицемеры, говорит Господь, уподобляетесь окрашен гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри они исполнены мертвых костей и всякой нечистоты. Что внутри? Нечистота, разлагаются кости. Матфея 27.52. И гробы отверглись, и многие святые воскресли, а потом опять умерли. Так объясняет Иоанн Златоустый. Откровение 11.9. Вот кто не позволяет хоронить. Когда Антихлис убьет Илью и Иноха, двух святых пророков, и не позволит похоронить трупы их во гробе. Одно место, что не позволит. Римлянам 3.13. Горстань их людей открытый гроб. Языком своим обманывает. Ятаспида под губами их, на губах их. Сравнение опять же с гробом Орта Человеческого. Я подумал, а вот если бы Божьей Матерь, как принято считать по ее житию, что Господь взял ее на небо, а если бы она осталась на земле, не покусились ли бы на ее тело, когда считают это великим достоянием церкви? У меня никакой уверенности нет, чтобы не стали точно так же раздавать ее мощи. Дальше. 17 января. Вот я взял 14 святых по житьям Дмитрия Ростовского. А это 18 век. Я удивляюсь, как это могли пропустить. 14 житей. Их ни один никто не знает. Я кого не пытался спрашивать, священники не знают. Я говорю, ты знаешь, что святые, умирая, запрещали брать от тела. Почему? Так как уж принято у нас резать, расчленять тело. Запрещали. А чтобы разрешали, я уму, режьте меня. Такого ни одного нет в житии. Я беру 1173. 17 января. Антоний Великий. Переверьте, он многократно переходил с места на место, прятался. И, наконец, так прятался, найти по сегодняшний день не могут. Я нахожу только один ответ. Четвертый век. 5 апреля Марк Афинский. К нему пробрался серфион кое-как. И он отвечает последние слова. Ничего не бери от мощей моих, чтобы не пострадать. А это один из самых великих святых, по голосу которого гора двинулась и пошла. 1 сентября Симеон в столпе. Патриарх хотел взять немного волос. И рука его оттокла. Он положил их на место. И рука сделала здоровье. Что же руки-то сегодня не отсыхают? Достаточно, что им вот одна жена сделала остальным столбом. Бог каждый день не делает. Один раз говорит, это навсегда. Один раз тело насылось, это навсегда. Не прикасайся к нечистому. Не прикасайся. Ничего не бери. А ведь это особо избранные люди, которые от мощей что-то берут. Вот сейчас новое. От всех обязательно берут. 15 сентября. Написано, Ника. Один палец взял от мощей и отсохла его рука. Палец. А у Иоанна Крестителя насчитывает несколько голов в Европе. Больше десятка рук в разных монастырях сегодня. Но ясное дело, что кощунство и фальсификация. 26 октября Дмитрий Солунский. От его мощей хотели взять часть, но он не позволил. 6 октября Фома, апостол. Хотели взять кость от его умершего, но тело на месте не оказалось. Даже мертвый скрылся от них. 22 сентября. Косьма болгарские. Через 40 дней решили взять что-нибудь от мощей. Пришли, а мощей нет. И по сегодняшний день нигде нет. 21 июня Симеон Еродивый. Село из гроба исчезло. И не знают, где оно. Сколько скорбей и печали было. 21 февраля Истратии. Он объясняет, что есть мощи. Это тела усопших всех христиан. Не святых. Просто христианинцы. Он умер, а то уже святой. Это называется мощь. Охоронили, это уже мощь. Не надо, что там она усохнет или что-то. 24 февраля. Обретение головы Иоанна Христителя. Написано, ученики пришли, погребли его. Почему решили, что голова отдельная? Вот эту голову находит обретение первое, второе, третье. Идет монах. А те, которые обрели, они как бы небрежно несут голову. Разговаривать нельзя было. И ему был голос. Убегай. С головой от нерадивых людей. И он исполнил слышанное и убежал. А те остались ни с чем. 16 октября. Лондон сотник. Одной вдове было открыто, что голова его брошит в мусор. И точно та, что дальше. А он говорит, погреби мою голову. 20 октября. 20 октября. 20 октября. А Елисея, когда похоронили одного, и глядят, враги идут. И которого хоронили, бросили тело. Оно коснулось тело Елисея умершего, и тот воскрес. Я спрашивал, почему евреи после этого нигде не стали поклоняться, ходить к мощам, не устроили ажиотаж. Ничего этого не было. Он вот воскрес, убежал, но потом, конечно, и умер. Все, гробницу закрыли, не было. У евреев этого не было. У них, в любом случае, прикосновение к мертвому считалось осквернением. Всегда. 21 октября. Солариол. Тело его было украдено. Кем-то и по сегодняшний день неизвестно. Предположение только есть, что лучшие ученики. 13 декабря. И в страте. От тела не брать ничего. Я делаю этот наказ. При жизни убойтесь. То есть открыто, ясно, четко, свидетельствует. Вот я беру людей из жития святых. Возвращаюсь снова. Ученики же Иоанна, придя, взяли тело его и погребли его. Это говорит Евангелие. Поэтому мы молимся живому. Душа у него живая. А относительно того, что делают люди, скажем, Господи, спаси и помилуй нас от искажения слова Твоего. По великой милости Бог сохранил нам вот этот стих на страницах Священного Писания. Те вопросы, которые я задаю, на них никто не отвечает. Почему святые запрещали брать что-либо от них мощей? Почему ни один нигде не дал разрешения, позволения? Если нам положено это на сердце, примем правильные меры. Сохрани нас, Господи, увлечься заблуждением беззаконников. Мы будем всегда привлекляться к Слову Твоему. Чтить мощи святых, которых даже не знаем и не видим. Аминь.